Привет, лорд! Ты почему тесты отрядов перестал делать? Старый ты пердун. Только такие комментарии частенько повторяются. Основная причина это время. Время, которое нужно уделить для того, чтобы сделать тесты для одного отряда. Я уже молчу про озвучку и создание видео в целом. Ведь с каждым новым сезоном отрядам становится все больше и больше. Да, можно, конечно же, как мне говорят в комментариях, делать тесты только сугубо теми отрядами, которые играются в осадах. Ну, давайте мы разберем на примере отряда пехоты ближнего боя. Смотрим, какие же отряды у нас хорошие. Начнем вот с фиолетовых. Клыкиварга. На самом деле, там есть достаточно нюансов. Многим этот отряд не понравился, но есть те нюансы, которые могут выжать из этого отряда хороший результат. Но мы их учитывать, ладно, не будем. Почетная стража не очень. Ловкие мечники, воины с клойморами. Я бы их разбирал бы на самом деле, учитывая то, что на турнире их активно используют. Далее, повстанцы с топорами, когда-то были им бой, потом стали похуже. Ладно, не берем в учет повстанцев с топорами. Ловкие мечники, седой дозор, берсерки. Здесь уже так не особые отряды, не особые, не особые, не особые. Тут уже все. Восточные мечники, гвардейцы. Ну, пикинеры-гвардейцы, наверное, с ними тесты, собственно говоря, делать не стоит. Но с другой стороны, а как же выживаемость в тот момент, когда пикинеры проходят в продвижении. Поэтому они в каких-то определенных тестах будут участвовать. Смогут ли они, например, уронить тот отряд, у которого есть какая-нибудь способность особая. И вы смотрите, продвижение идет, и вы используете у отряда способности, встает ли этот отряд или падает ли в этот момент отряд. То есть в тестах в целом их учитывать нужно. Это фиолетовые, да? Сколько я уже выбрал отрядов? Ну, может быть, не так уж и много, но тем не менее. Далее, смотрим золотой отряд. Королевские щиты. Варяги. Хороший отряд? Да, хороший. Стоит учитывать? Конечно. Дальше. Мадао. Стоит? Стоит. Избранные Фреи. Их апнули? Стоит. Далее, у нас Железная Стража. Да, хороший, нормальный отряд. Стоит. Не так часто используются элитные силахдары, но, может быть, они не используются, потому что их не раскусили, или просто потому что у них слабенькая защита. Но как атакующий отряд элитные силахдары достаточно сильны. Ну, ладно. Их мы не будем учитывать. Бог с ним. Ну, вроде бы, если так разобраться, не так уж и сильно много отрядов. Но некоторые отряды, может быть, стоило бы потестить и против конницы, но мы отбросим этот момент. Но есть другая вещь. Вот смотрите, что нам нужно для того, чтобы привести тест Фреи против Железной Стражи. Просто вот один тест. Итак, избранные Фреи. Давайте разберем характеристики этого отряда. Есть две ветки прокачки. Верхняя – это увеличение урона от копья. Показатель пробития брони. Ну, и, соответственно, увеличение урона. Здесь увеличивают показатель пробития брони мечами. То есть, можно сказать грубо. Верхняя – для копья, нижняя – для мечей. Нужно потестить и тут, и ту прокачку. Первый вариант. А далее. У этого отряда есть четыре способности. Действуют они следующим образом. Способность у копья и способность у меча. Один вид оружия дает бонусы к защите. Другой вид оружия дает бонусы к атаке. И, соответственно, мы можем врубить бонус к защите и переключить на другой вид оружия. Уже мы будем с другим видом оружия, с защитой. И то же самое касается по атаке. Мы даем бонус к атаке и переключаем на другой вид оружия. Сколько нужно сделать видов тестов для избранных Фрей только вот в этом моменте? Прилично, правда? То есть и на верхнюю ветку, и на нижнюю. На каждый вид оружия, как он будет сражаться с тем либо иным видом оружия. Ну и, соответственно, на эти бонусы от этого оружия. Ну, а еще было бы здорово посмотреть, а как они будут останавливать в защитном построении натиск конницы. Ну, тех же крылатых гусар, а рыцари ордена. А как они будут противостоять богатурам? Ах да, про конницу мы решили забыть, поэтому ладно, отбрасываем ее в сторону. Смотрим на Железную Стражу и прокачка этого отряда. Вот у меня прокачан он в среднюю ветку. Некоторые качают ее в верхнюю ветку, потому что здесь увеличение урона по пехоте. Ну, до конца вроде как в нижнюю ветку не качает никто, так что по факту варианты прокачки это верхняя ветка и нижняя ветка. Точнее, средняя ветка. С этим мы вроде как разобрались. Далее, у нас есть вид оружия меч и вид оружия булава. Как действовать этим отрядом? Ведь можно давать натиск с булавой, потом прожимать способность, которую дали тигрины шаг. Что они делают Стражу с булавой? Они делают как бы еще один удар булавой, который роняет противников, а потом мы переключаемся на мечи и уже мечами орудуем. Некоторые игроки качают верхнюю ветку, получают там бонус для мечей. И, соответственно, когда они нажимают двоечку, у них уже в руках должно быть оружие. То есть сначала вы делаете натиск с булавой, переключаете на мечи и нажимаете способность нанесения урона оружия. Все это нужно протестить. И учитывая то, что каждый тест Железные Стражи нужно сделать против тех же Фрей. Сколько вариантов теста только между этими отрядами будет? И все равно вы в итоге не придете к тому, кто из этих отрядов сильнее. Потому что как бы немножко назначение этих отрядов разное. С другой стороны, танкуют и те, и те хорошо достаточно. Железные Стражи за счет брони танкуют. Фрей танкуют за счет своей способности и щитов. А еще ведь есть трактаты. И там есть такой трактат, который открывает способность непробиваемая защита. Повышает вашу защиту на 150 единиц в течение 10 секунд. А что будет, если вы встретите натиск Стражи с этим трактатом, когда вы врубите эту защиту? Даст ли она эффективность или не даст? Ну вот такой вот интересный момент, правда? А есть еще трактат на уменьшение входящего урона на 30 единиц. Говорят, что написано какой-то бред неправильно, что уменьшает он на входящий урон больше, чем на 30 единиц. То есть может быть и он хороший трактат, может быть и с ним стоит потестить. Но и это еще не все. В свое время я делал тесты западных арбалетчиков-ветеранов против с, точнее, мушкетерами. И тогда арбалетчики наглую были лучше, чем мушкетеры. Да, это было давно, вопросов нет. Но к чему я это? Дело в том, что балансные правки. Вот эта вот штука, которая фактически уничтожает все тесты. И порой в сезоне этих балансных правок происходит несколько. Сезон у нас длится 2-3 месяца. То есть за 2-3 месяца мы получаем несколько балансных правок, которые все эти тесты просто на корню рушат. Просто вот рушат на корню. Я вспоминаю еще один из самых сильных отрядов ближнего боя. Это восточные застрельщики-гвардейцы. Да, тоже было достаточно давновато. Но тем не менее. Еще недавно имбовали богатуры, а сейчас уже они не имбуют. То есть вы понимаете, балансные правки все это уничтожают на корню. Ну неужели не нужно тогда делать, получается, вообще никаких тестов? Нет, некоторые тесты можно сделать. Например, проверить эффективность мушкетеров и гренадеров. Для этого не нужно много отрядов. Поставили коробку, посмотрели как наносится урон по коробке. Поставили героев, посмотрели как наносится урон по героям. И поставили отряд без щитов. Посмотрели как наносится по отряду без щитов. Этот тест еще можно сделать. Туда же докинуть до кучи можно и арбалетчиков с повезами. Да, вопросов нет. В целом, на данный момент оптимально делать обзоры на отряды. То есть вышел какой-то новый отряд. Или просто после балансных правок начал показывать себя как-то хорошо или интересно. Какой-то другой гвардейский или неважно в принципе какой отряд. Просто поиграв немного на этом отряде, я в дальнейшем могу сделать видео-обзор этого отряда. И рассказать свои ощущения от игры на этом отряде. И может быть даже сделав несколько тестов наиболее таких, может быть интересных с моей точки зрения. Которые можно показать и сказать, что вот они неплохо себя показывают вот в этом деле. Еще до кучи к тестам могу сказать. Вот, например, вот простой пример. Отряд Турхауды и отряд Восточные Мечники Гвардейцы. Где эти мои бравые ребята? Вот они. Все, естественно, скажут, Восточные Мечники Гвардейцы наиболее крутой отряд, чем Турхауды. И я с этим утверждением согласен на все 100%. Они круче, чем Турхауды. Но здесь вопрос. Вы играете на Восточных Мечниках и видите перед собой в бою Турхаудов. А кто выиграет у вас в натиске? Восточные Мечники или Турхауды? Кто кого победит в натиске, да? А в какой момент Восточным Мечникам и Гвардейцам стоит присесть, нажать их способность, чтобы остановить натиск Турхаудов? Как это лучше сделать? Как это оптимально сделать, да? То есть, ну, если я буду делать так каждый тест против каждого отряда, я просто с ума сойду. Мне не хватит никакого времени. Понятно, да, логика? То есть, и таких тестов и вариантов можно показать огромное количество. Те же Алибарды. Вроде бы непопулярный отряд, но если эти Алибарды будут сидеть за коробкой, за Восточными Копеечками и Гвардейцами, то они будут наносить достаточно неплохой и мощный урон. То есть, в такие еще моменты тоже можно рассказать, что такой вот отряд лучше использовать вместе с другим каким-то отрядом. А еще я могу сделать тест, и там, к примеру, Турхауды, я такой образный пример привожу, наголо разбивают Восточных Мечников-Гвардейцев. А вы приходите в бой, и наоборот получается. Восточные Мечники убивают ваших Турхаудов. И возникает сразу же вопрос, а может быть тест неправильный? Или наоборот, может быть вы неправильно применили этот свой отряд? А еще бывают другие ситуации, что там не стоят нужные трактаты, там прокачка совершенно другая. И, например, Восточные Мечники проигрывая в тесте, могут победить тех же Турхаудов за счет каких-то, опять-таки, трактатов, либо каких-то более грамотных использований. Либо за счет прокачки. У вас Турхауды будут не прокачаны, а Восточные Мечи будут прокачаны. Это же тоже имеет большое значение. Так же имеет большое значение. То есть, вот эти вот все нюансы и привели меня к тому, что сейчас, на данный момент, вот эти вот тесты делать бессмысленно. Просто бессмысленно. Обзоры? Да, вопросов нет. Тесты? Ну, все уж, извините, нет. Все, я надеюсь, я объяснил свою позицию и ситуацию. Ну, поэтому буду заканчивать. С вами был Алексей. Всем добра, мира. Пока-пока. С вами был Игорь Негода.